Школа выживания в Львовской области. Маму одной из учениц буквально выжили из города. По крайней мере, так утверждает она сама. Чем не угодила и кому? Галина Якушко выясняла подробности. Это достаточно большие деньги для трусковчан. Конкретно было сказано, что вы делаете этот класс за свой рахунок. Хотите, чтобы ваши дети учились в хороших условиях? Сдавайте по 500 гривен. Такой ультиматум поставили родителям первоклашек в трусковецкой школе номер 3 еще в начале учебного года. Родители взбунтовались. В итоге деньги выделили из бюджета. Помещение отремонтировали, но потом класс расформировали. Спустя три месяца одной из мам пришлось покинуть город. Ольга рассказывает, неугодных подвергли настоящему гонению. Женщина перебралась во Львов. Я сама с дотиной и мне было тяжело противостоять всей системе, всем тем погрозам, все, что произошло. Третья школа за последние 10 месяцев получила из бюджета примерно миллион гривен, но дирекции денег не хватает. Поэтому в учебном заведении работает благотворительный фонд. Деньги в него сдают якобы добровольно, а ситуацию с переездом одной из мам здесь комментируют так. Я не понимаю, почему она забрала это из школы. Она сначала говорила, что хотела тут купить квартиру, потом у них что-то не вышло, она снимала тут квартиру. То есть с поборами вы это не приезжаете? Нет, нет, нет. Какие поборы? 452 тысячи – это ударная установка, пополнение библиотечного фонда, микрофон, низкотемпературная шафа, мясорубка, шафа, посудомойка. Директор департамента образования Львовской облгосадминистрации говорит, средств, выделенных на Трусковецкую школу, вполне достаточно для ремонта и других нужд. И собирается приехать туда лично, с проверкой. Поговорить с директорами и с міською радою, власне, до реализации норм закону Украины про освіту, и обовязково подозринувся с коллективом, почему так сталося. Что касается Ольги, то в новой школе она тоже не намерена терпеть добровольно-принудительные взносы. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интернгвовская область.